друзья всем привет сегодня я решила записать это видео поделиться с вами своей историей как наш ребенок пошел в словенскую школу в первый класс как у нас проходила адаптация как он учил язык вот решила записать вам рассказать когда мы только еще планировали переехать в другую страну а именно словению я жадно на ю тубе искала и поглощала всю абсолютно всю информацию о словении именно о жизни как здесь все устроено меня абсолютно все интересовало и информации мне никогда не было слишком много сколько бы я не искала сколько бы я не находила видео мне хотелось все больше больше и больше узнать о жизни в этой стране как здесь все устроено спасибо тем ребятам которые эти видео снимали делились со зрителями и вот сейчас я решила тоже поделиться своим опытом сергей пошел в первый класс в обычную славянскую школу влюбляне когда ему было шесть лет в школу в словении идут шести лет он пошел в эту школу абсолютно не зная славянского языка ни славянского не английского он не знал то есть он пошел как белый лист в школу единственное что мы с ним выучили это элементарные фразы чтобы он мог поздороваться попрощаться сказать спасибо и например там можно мне в туалет вот такие самые-самые элементарные фразы и что хочу сказать первые конечно три месяца ему приходилось очень очень сложно он человек по характеру эмоциональные общительные в россии в детском саду него было очень много друзей и и здесь конечно же он искал тоже общение но и естественно он его не мог найти в первые в первые дни и месяцы в славянской школе он уставал очень сильно он приходил домой уставший ему хотелось лечь полежать потому что все таки находиться по 7 часов в школе 7 часов это вместе с продленка он оставался на продленку и вот сами представьте вы взрослые люди и вас переместили в иностранную среду и вы вам приходится находиться по 7 часов в иностранной среде вот представьте вы даже на урок пойдете иностранного языка вы даже час побудете и вам будет сложно а ему приходилось по 7 часов находиться с иностранцами это наверное сравнимо с тем как если бы ты попал например на марс к инопланетянам каким-то вот и ты среди них находишься и должен как-то коммуницировать что-то понимать что-то что-то как-то делать он конечно ничего не понимал хари что хочу сказать что спасибо конечно школе атмосфера была очень доброжелательная то есть не было никакого негатива по отношению к по отношению к нему не со стороны естественно учителей не со стороны учеников и школа организовывала дополнительное занятие я помню что она проходила раз в неделю для адаптации иностранных учеников в школе наш класс кстати был абсолютно славянским по моему помимо сергея был только еще один мальчик из македонии остальные все были славянцы и более того то что они были славянцами так они еще до школы ходили в один детский сад то есть эти дети уже были с самого-самого маленького возраста знакомы между собой и они были дружны между собой ну можно сказать как родственники были и сергей естественно это было что-то для них новое еще вдобавок не умеет разговаривать ничего не понимает на славянском и вот школа организовала дополнительное занятие раз в неделю сергей ходил на него на этом занятии она тоже проходила на славянском может быть были элементы какие-то на английском показывали картинки какие-то предметы и озвучивали как это слово или действие звучит на славянском вот такая была адаптация буквально через три месяца его горизонты стали расширяться то есть он уже выучил какие-то такие детские фразы он уже слышал от детей в школе и он уже начал уже коммуницировать с детьми то есть он уже мог сказать например там пойдем туда-то пойдем пойдем на качели покатаемся пойдем вот это а можно вот это и вот как-то так вот он уже начал то есть вот в ноябре уже стало намного легче намного легче проходила уже его общение в школе и он уже перестал так сильно уставать и и с друзьями которые вот у него в классе начали появляться с одноклассниками он уже мог гулять общаться как-то в парке и помню у нас начали приглашать славянские семьи к себе в гости и вот помню что я ходила как вот я помню как мы пошли с ним первый раз к одному однокласснику в гости я сама тогда вообще славянского не знала только только делала первые первые шаги в славянском но вот вот коммуницировала на английском с родителями с родителями мило очень пообщались на английском вот благодарна этой семье которая так хорошо меня приняла потом конечно в дальнейшем когда я уже начала разговаривать по-славянски меня многие стали тоже приглашать сергей в гости общаться но вот именно та первая семья которая нашла в себе смелость пригласить иностранку в гости которая не знала славянский на английском общалась я не очень хорошо но вот они нас пригласили и так вот завязалось наше знакомство потом я тоже в свою очередь приглашала их тоже в гости потом сергея начали приглашать уже на дни рождения и в дальнейшем соответственно мы тоже стали приглашать на сергей на дни рождения тоже одноклассников и еще что касается языка и адаптации в школе то есть вот он пошел в сентябре в школу абсолютно не зная языка а в феврале феврале то есть буквально через полгода я его отправила уже в славянскую славянский лагерь был зимний лагерь феврале и он поехал с ночевкой на неделю кататься на лыжах вот с таким вот славянским конечно наверное у него еще не особо идеальным был славянский через буквально полгода но я посчитала но я посчитала что нужно обязательно его отправить чтобы не было вот этих каникул чтобы не было пробела в языке чтобы он был погружен снова в иностранную среду и конечно об этом мы не пожалели ему в лагере понравилось было очень интересно полезно и потом в дальнейшем он посещал и будет посещать еще много-много разных славянских лагерей вот ну наверное вот на этом я остановлюсь если да ребята просьба к вам и не забывайте пожалуйста подписываться на канал ставить колокольчик лайк и оставляйте пожалуйста свои комментарии пишите вопросы может быть у вас есть какие-то вопросы может быть я в этой теме что-то не раскрыла что-то бы вам еще хотелось бы узнать дополнительно о славянской школе я обязательно отвечу вам и если у вас есть какие-то идеи для новых тем обязательно вам об этом расскажу в следующий раз все спасибо вам за то что смотрели надеюсь до новых встреч всем пока